Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и сегодня я, наконец-то, подведу итоги своего осеннего марафона. И начать не хочется с общих слов и с благодарности всем участникам, потому что этот октябрь снова побил рекорд, и каждый год мой марафон становится все более активным, все большее количество человек он привлекает, и, если честно, у меня в голове уже строятся планы на следующий сезон, даже эстетика уже так в первом приближении готова. Так что, если вам понравилось, обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, и ежегодный марафон будет по плану. Если же вы сейчас меня слушаете и вообще не понимаете, о чем идет речь, то я в двух словах расскажу. У меня каждый год в октябре на канале проходит такой масштабный марафон, к которому есть карта. Марафон этот проходит в игровой форме, каждый год какая-то своя эстетика. Вот, например, в этом году мы отправлялись в проклятую деревню, исследовали ее локации, и каждой локации соответствует какое-то книжное задание. То есть, получается, что за месяц нужно прочитать пять произведений. Если вы хотите подобрать себе что-то на прочтение, почитать чужие отзывы и вообще посмотреть, как дело проходило, то я вам ссылочку на группу марафона оставлю, туда вступать совершенно сейчас не обязательно. Она активна только в течение октября каждый год, но вот за чужими отзывами, рецензиями, я заглянуть вам очень советую, потому что сама я себе списки на прочтение колоссальным образом пополнила, и у меня вот просто с марафона огромные корзины во всех книжных магазинах уже собраны. И для участников итоги были подведены 31 октября. Я же со своими несколько припозднилась, но это не отменяет того, что книги я прочитала в срок, и хочу вам рассказать именно, что в рамках марафона было мною прочитано. Плюс в октябре я читала что-то еще и смежное, конечно же мои планы нарушались, так что за октябрь будет еще одна часть прочитанного, не пропускайте ее. Неважно золотая осень за окном или уже темные мрачные ноябрьские пейзажи, которые приближают нас к зиме, для меня всегда прекрасно атмосферу создают новые ароматы. Я вам уже не единожды рассказывала про свой любимый способ пополнить парфюмерный гардероб, это вот такой формат аромабоксов. Если вы с ним еще не знакомы, то это вот такие коробочки, которые содержат в себе 8 миниатюр по 1,5 мл, и ароматы внутри объединены либо парфюмерным домом, либо какой-то коллекцией, есть даже по знаком зодиака, в общем на любой вкус можно себе подобрать. И вот этого формата в 1,5 мл прекрасно хватает для того, чтобы запах именно разносить, протестировать, попробовать его на себе и почувствовать комфортно ли в нем, хочется купить себе полный размер, или может быть хватит как раз такой миниатюрки. И в этот раз у меня в руках аромабокс, посвященный одной фирме, Juliet has a gun, и мне очень нравится у них концепция вот самого парфюмерного дома, потому что у них духи сравниваются с таким оружием, поражающим самое сердце, только вместо пистолета у современной Juliet, духи, главное выбрать свой аромат. И вот в этом аромабоксе мне больше всего запомнились два запаха. Во-первых, ванила вайпс, я уже в инстаграме, по-моему, про него рассказывала, потому что я в целом не слишком люблю сладкие, какие-то ванильные запахи, особенно на себе. Но вот именно эта композиция с оттенком морской соли, сложная, такая чуть иногда горьковатая, раскрывающаяся, пришлась мне очень по душе. И второй аромат, который мне очень запомнился и понравился из этой подборки, это духи с таким заманчивым названием звука удовольствия. Это тоже довольно сладкий аромат, но при этом для меня он такой очень аппетитный, и на себе я тоже его очень хорошо разносила. И если вы тоже хотите приобрести аромабокс, то сделать это можно в интернет-магазине rendezvous.ru. Там очень удобная система навигации и подробности про ароматы, и, конечно же, приобрести можно не только духи, но и косметику, и ароматы для дома. Все только оригинальное, плюс действуют скидки, так что обязательно заглядывайте. И, конечно же, у меня есть для вас и мой личный промокод TenBooks, который подарит 10% скидку на заказы от 2500 рублей, так что обязательно применяйте, воспользуйтесь, уже праздники грядут, и можно заранее что-то присмотреть на подарки. Вся информация, все ссылочки, как всегда, будут продублированы в описании. Я же обращаюсь к карте и пробежимся по локациям, расскажу о своих впечатлениях. Кстати, если вы тоже участвовали, дайте мне в нескольких словах знать, каким для вас в общих чертах и в общем настроении оказался этот марафон и был этот октябрь. Первая локация у нас называлась Тайная тропа, и нужна, это самая простая, такая вводная локация, нужно было выбрать книгу с атмосферной, осенней обложкой, с чем-то мрачненьким, и я взяла Уну Харт и ее хозяйку Шварцвальда. С творчеством Уны Харт у меня отношения складывались не самым идеальным образом, потому что мне очень понравилось ее чувство юмора, мне очень понравилось ее нон-фикшн произведение, расскажи-ка мне сказку про исследования сказочных паттернов, как в разных странах вроде одни и те же похожие сказочные сюжеты разворачивались с какими интересными деталями, но при этом, когда запоют мертвецы, меня не слишком впечатлило, как-то мне было скучновато читать, но до хозяйки Шварцвальда, в том числе, кстати, и по вашим советам, я все-таки решила добраться, и я была просто в восторге. Вот буквально с первых страниц меня настолько захватила атмосфера, мне так нравились здесь персонажи, мне очень нравился темп повествования, мне была крайне созвучна и главная мысль этого произведения. Вернее, здесь можно рассмотреть очень многое, начиная от межличностных отношений, заканчивая родительскими и отношениями с фигурами, может, и не биологических родителей, но от своих воспитателей, наставников. Здесь было действительно многое заложено, но для меня самой основной и такой центральной темой стала мысль о том, что главные чудовища на самом деле всегда люди. И здесь это в такой фэнтезийной форме очень ярко представлялось. То есть есть здесь персонажи, которые притворяются, которые выглядят праведниками, но на самом деле это прогнившие абсолютно изнутри человеческие существа, даже людьми иногда не хочется их называть. И при этом есть и персонажи, которые однозначно вводят дружбу с темными силами, и никак они не могут выглядеть положительными, но есть в них доля человечности. И вот мне нравилось рассматривать этот конфликт и с точки зрения черного и белого, и с точки зрения того, что в каждом человеке обязательно есть вот эта двойственность, обязательно есть сочетание черного и белого, и все мы, по сути, вот в такой серой зоне нельзя, ну практически ни про кого сказать, что этот человек однозначно негодяй и мерзавец, или вот этот однозначно святой и праведник. Я начала свой рассказ про эту книгу с очень общих мыслей, но действительно после ее прочтения у тебя потрясающее чувство, что ты получил и развлекательное произведение, то есть читать его вообще не скучно, и с другой стороны у тебя мозг кипит от того, что хочется проанализировать персонажей, поступки, события. Здесь были интересные повороты сюжета, которые ты не ожидаешь. И вот после «Когда запоют мертвецы», для меня эта книга стала потрясающим открытием, и я очень теперь хочу прочитать «Тролли пик» дилогию, немного про сюжет и атмосферу. Когда я брала книгу в осенний марафон, я немножко ошиблась, потому что здесь действие происходит в канун католического Рождества, Германия 17 века, и вот как раз это самая атмосфера охоты на ведьм, сделок с темными силами, которые кажутся совершенной обыденностью именно в это время, именно в этой местности. И есть у нас ученик Фауста, того самого Кристофа Вагнер. Это человек, который заключил сделку с темными силами, и вот он как раз как один из главных героев должен быть абсолютно отрицательным. Но когда ты видишь его поступки, когда ты видишь его отношение к другим людям, к жизни, вот к миру в целом, ты не можешь записать его в 100% негодяи. А еще у него фантастическое чувство, такое вот юмора саркастично, колкое, и когда описывались его мысли или давались диалоги с его демоном подручным, я в эти моменты просто вот иногда улыбалась, и даже не от того, что они написаны в юмористическом ключе, а от того, как это сделано, вот на грани серьезности юмора. Я обожаю такое в книгах и очень редко встречаю. И господин Вагнер у нас становится свидетелем истории и любопытной, и жуткой, потому что девочка сдает свою мать, обвиняя ее в колдовстве. Вернее, девочки-то и выбора не оставили, я вам не буду описывать, что происходило, но она практически вынуждена сознаться и рассказать, что ее мать колдунья. Мать казнят, девочка остается сиротой, и вот как раз Кристоф берет ее себе в ученице. И вот история их взаимоотношений, история ее, ну, такого становления, взросления. Плюс там есть еще интересные второстепенные персонажи. Здесь все это и описывается. И, возможно, вы сейчас послушали эту завязку сюжета и не слишком вдохновились, потому что я понимаю, что она звучит достаточно сухо. Но поверьте мне, если вы ищете какую-то мрачную историю, очень атмосферную и погружающую для своих декабрьских вечеров, и декабрь вы предпочитаете, ну, по крайней мере, какую-то его часть проводить не с милыми и добрыми сказочками, а вот с какой-то хтонью и мрачниной, обязательно обратите внимание на хозяйку Шварцвальда. Для меня это однозначно одно из лучших фэнтези года. Я вот даже в чистом виде эту книгу фэнтези не могу назвать. Историческое фэнтези, фэнтези психологическое. Ну, много очень здесь сочетается и намешано. Я просто в восторге. Двигаемся по карте дальше. И вторая локация называлась у нас «Лавка травницы». Мы должны были запастись всякими снадобьями и зельями. И нужно было прочитать книгу либо про колдуней, либо про ведьм, либо про волшебство, колдовство. Ну, в общем, книгу, где в сюжете будет большая магическая составляющая. И вот здесь, если честно, я вообще от своих планов отошла, потому что собиралась я читать в этом пункте «Дар Кащея». Но в итоге случились две новинки, мимо которых я вообще не смогла пройти. И, во-первых, это, конечно же, Брэндон Сандерсон и его арифматист. Мне в комментариях написали очень заманчивый отзыв на эту книгу, да такой, что я сразу же побежала ее покупать. И, опять же, вообще нисколько не разочаровалась. Вот в целом, мне кажется, у меня скоро все отчеты с прочитанным. Это будет Брэндон Сандерсон и Артура Перес-Реверта. Потому что столько у нас книг этих авторов издают и переиздают, что мне просто в ладоши хлопать хочется от восторга. Люблю что первого, что второго. И Брэндон Сандерсон и арифматист единственное, в чем меня обманули. Я думала, что это отдельное произведение, но в конце продолжение следует. Такая загадочная фраза. И действительно, в этом мире однозначно есть что рассказать. Вот самым главным определением по поводу этой книги мне хочется дать такое вот сравнение, отсылку к первым двум частям Гарри Поттера. Вы сейчас поймете, о чем идет речь. И если бы я не знала, что эта книга написана Брэндоном Сандерсоном и просто читала текст, я бы сказала, что это что-то из раннего Джонатана Страуда. Вот что-то в преддверии Бартимиуса. Потому что персонажи, сам процесс обучения, клиффхенгеры, то есть части заканчиваются на такой ноте, что тебе хочется узнать, что там дальше. Скорее, скорее. И то, как заканчивается первый том, вот это прямо классический Джонатан Страуд. Легко читается, захватывающе. И если вы хотите что-то про процесс обучения подростков в магической атмосфере с крайне нестандартной системой магии, то к рифматисту вам однозначно прямая дорога. Итак, что здесь с миром, что здесь как раз с системой магии необычной, и что такое, кто такие рифматисты? Рифматисты – это люди в альтернативном нашему мире, которые обладают особенной магией. И рифматика – это что-то на стыке, на магическом стыке, геометрии, математики в целом, художественного, изобразительного искусства. Потому что рифматисты чертят или рисуют определенные фигуры, существ, мелом, и, наделяя эти фигуры своей магией, оживляют их. И вот вы сейчас услышали и думаете, ну что это за детский сад, что это вообще за система магии, какой-то меловой рисунок, что он может сделать. Но так вы будете думать буквально до первого происшествия, буквально до первого момента, когда автор показывает нам, что эти существа могут натворить. То есть эта меловая фигура буквально может там заживо человека обголодать, или может спасти его от какого-то оружия. Но действительно магия здесь достаточно мощная. Я такого не встречала, и плюс все это еще образно показано, то есть здесь практически к каждому заклинанию, к каждому событию и происшествию здесь обязательно есть рисунки. И ты, когда читаешь, ты представляешь, как это действительно выглядит. Это давало однозначно большего погружения в сюжет. И почему самое главное сравнивало с Гарри Поттером? Потому что вот по построению сюжета, ну это прямо вот первая книга. Есть у нас главный герой, молодой человек, который не обладает магическим даром, но при этом он учится в закрытом учебном заведении, там по семейным обстоятельствам кое-как получилось. Но сам он мечтает стать тем самым рифматистом. И шанс приблизиться к этому миру у него появляется, когда самых успешных, самых знаменитых рифматистов в этом учебном заведении начинают убивать. И при этом в процессе обучения, конечно же, есть злой преподаватель, такой отталкивающий преподаватель, который сразу же не взлюбил главного героя. Я думаю, вы все, кто читал Гарри Поттера, прекрасно понимаете, на кого я сейчас намекаю из «Философского камня». И вот то, как строился сюжет, какие повороты там были, я прямо вспоминала «Философский камень». При этом тема с вычеркиванием учеников – это прямо из «Тайной комнаты». И я думаю, что Брэндон Сандерсон, когда создавал свое произведение, он, скорее всего, даже и не скрывал этого, потому что слишком явные это отсылки. Но книгу это абсолютно не портило, потому что заканчивается все, и интрига разрешается не так, как у Джоан Роулинг. Все, больше ни слова вам не расскажу. А еще эта книга обладает потрясающим свойством подталкивать тебя к обсуждению. Вот если вы ведете какой-то книжный клуб, или с друзьями любите обсуждать книги, читайте, берите «Рифматиста», вам будет хотеться строить теории, вам будет хотеться обсуждать персонажей. Эта книга именно из таких произведений. И этот пункт «Лавку травницы» я закрывала и еще одной книгой. Это снова новинка. Это Виктор Идашкевич и его «Граф Аверин». Я думаю, что вы уже, ну, 100%, если хотя бы парочку каналов книжных читаете, или смотрите, или в книжные магазины заходите, вы эту книгу видели, потому что у этого произведения я заметила тот самый эффект сарафанного радио. Читает кто-то один, и книга, которая... Ну, не сказать, что автор какой-то знаменитый, или что какая-то была безумная там пиар-история. Но книга читается, нравится, и ее хочется советовать. И вот у меня как раз, меня эта история и затронула. Мне мои друзья вот абсолютно из разных сфер, и даже иногда не из книжных, спрашивали у меня, от «Граф Аверина» читала, а вот мне там кто-то рассказал, и стало интересно про книгу. И вот вся эта шумиха абсолютно того стоит. Это тот самый случай с бестселлером. Ну, наверное, еще не с бестселлером, но я уверена, что книга такой станет. Когда ты читаешь, погружаешься в сюжет, и понимаешь, что вот вся эта слава, все это сарафанное радио и все эти слухи абсолютно оправданы. Легко, увлекательно, не глупо, с потрясающим альтернативным миром, который хочется исследовать, с плавным раскрытием и персонажей, и сюжета. То есть здесь начинается детективная затравка, которая такая достаточно жестокая, своеобразная и интересная, даже иногда неприятная. Но тебе хочется узнать, что же на самом деле произошло. И эта детективная загадка тянет за собой вот как таким клубочком начинает наращивать другие события. И я вам, когда представляла книгу в покупках или рассказывала о своих ожиданиях, я говорила о том, что здесь альтернативная Российская империя, по-моему, я говорила конца 19 века, ну, в общем, что-то такое фондоринское у меня в голове рисовалось. Нет, здесь уже 20 век, революция 17 года была провалена, была неуспешной, ну и, в общем, Российская империя сохранилась. И вот в каком виде она сохранилась, почему столица была перенесена из Санкт-Петербурга, и Петербург здесь это провинциальный город, в котором, правда, сохранилась была роскошь, и в котором, в общем-то, происходит все действие. Очень интересно наблюдать вот за этими отличиями от нашей современности, и вот та самая альтернативная составляющая здесь прекрасно удалась. Главный герой у нас граф Аверин, который расследует преступления, который, ну, может там где-то и полицейские связи подключить, может где-то и там из власти кого-нибудь дернуть, ну, в общем, есть у него связи, чтобы ввести расследование. Он берется за всякие интересные и магические чаще всего случаи. На чем здесь построена система магии? Я когда читала, вспоминала, сегодня вот уже говорила про Джонатана Страуда и его трилогию Бартимиуса, потому что там магия была основана на призыве демонов, бесов, джинов из потусторонней реальности. И здесь тоже всякие существа разных порядков их призывают, и они выполняют поручения. И вот насколько у самого колдуна силен магический резерв, настолько важное и настолько сильное существо он может, с ним может совладать и его призвать. При этом сами демоны или дивы это очень хитрые, проворные, коварные существа, ну, прям как Бартимиусу Страуда, которые только и думают, как бы сожрать, как бы обмануть своего хозяина, то есть им вообще не по душе понятно подчиняться. И это рождает много интересных ситуаций. Вы видите, что здесь на обложке изображен кот, и когда разворачиваешь книгу, еще кот, и еще кот у нас. И это не совсем кот, это как раз магическое существо, которое, ну, становится таким напарником главного героя. И вот я во время прочтения делала себе здесь небольшую закладочку, чтобы вам зачитать маленький кусочек, который свидетельствует о том, что эта книга еще и вот с таким мягким и очень ситуационным классным чувством юмора написана. Кот уныло сел посреди кухни и тщательно вымыл лапу, которая так подвела его с холодильником. Потом зашел в гостиную, прошел в коридор, убедился, что входная дверь заперта, вернулся в гостиную, запрыгнул на стол и понюхал цветы. Фу! И ваза была новая взамен той, что он разбил в прошлый раз. Может и эту грохнуть? Нет, не стоит. В окно теперь больше не удрать. И вот вся эта кошачья мыслительная деятельность здесь очень классно описывалась. В полном восторге я от этого приключения. Там уже анонсировали вторую часть. Может уже даже предзаказ есть. Обязательно продолжу читать. Это вот та книжная серия, которая может стать прекрасным развлечением, где ты будешь ждать каждое новое приключение, вникать в сквозной сюжет. И вот прекрасно от и до. Третья локация – это «Колодец желаний». И, признаться, это моя самая любимая локация, потому что здесь нужно было выбрать книгу, как бы загадывая желание. То есть взять произведение, про которое ты что-то слышал, или какие-то надежды на него большие возлагаешь. И вот, знаете, вся эта тема с исполнением желаний, которые могут проиграться абсолютно так, как ты загадывал, а могут не оправдать твоих ожиданий. Я брала достаточно проверенного для себя автора Роберта Маккамена и его книгу «Слышащий». По итогу мне понравилось, вот, наверное, из всего марафона единственное это произведение не на 10 из 10, не на 11 из 10, а вот где-то на 8 из 10. Ну, то есть вы понимаете, что мне очень понравилось, слог автора прекрасный, интересные мысли, хорошо сюжет построен, закручен и все такое. Но вот по сравнению, допустим, с «Лебединой песней» или с «Жизнью мальчишки», ну, для меня вот в творчестве Маккамена этот роман, ну, буквально на ступенечку ниже. У нас здесь период Великой Депрессии, Америка и главный герой – темнокожий носильщик багажа, чемоданов на вокзале. И при этом он, конечно же, обладает магической способностью, он может держать телепатическую связь с людьми, он может, конечно же, читать и слышать чужие мысли, почему он, в общем-то, слышащий. И с помощью главного героя раскрывается целая такая вереница мыслей о неравноправном положении темнокожих людей в Америке, даже когда уже и рабство отменили, даже когда вроде они и права получили, но все равно это были люди второго сорта. И вот если вас эта тема интересует, я очень советую посмотреть фильм «Зеленая книга». Вот там, правда, 60-е или 70-е уже, но там эта тема раскрывается гораздо более тонко, гораздо более остро, и пусть и в другом временном отрезке, на более жизненных примерах. Что у нас в этой книге с сюжетом? И вот здесь как раз она меня слегка и обманула. То есть в этой части мое желание немного не сбылось, потому что я ожидала мистический триллер, может быть, хоррор, ну, в общем, фэнтези, может быть, даже городское фэнтези. Но я совершенно не ожидала получить историю про бандитов, гангстерскую, такую детективную историю, криминальный триллер с элементами мистики. Вот, сформулировала я, наконец-то, жанр этого произведения, потому что в центре сюжета у нас история похищенного ребенка из очень богатой семьи, похищает преступная группировка, этакие Бонни и Клайд от мира этой книги. И вот эти преступники абсолютно отбитые. То есть это не история о том, что в каждом человеке есть черное и белое. Вот Роберт Маккамон рубит с плеча. Главный герой у него просто рыцарь в сверкающих доспехах. Здесь, кстати, рыцарская тема. С помощью кое-каких приемов такой аллюзией поднимается. И главные отрицательные герои у него тоже абсолютные негодяи. То есть ты читаешь и видишь, что жизнь там у них не сладкая, но это издевательство над животными. Это абсолютно такое вот отношение к человеческой жизни, даже не потребительское, а наплевательское. Вот как муху прибить им, человека убить. И вот с такой моралью они и живут, вернее, с полным отсутствием морали. И это отрицательные герои, которым ты не сопереживаешь, которые тебе не нравятся, тебе хочется, чтобы их скорее уничтожили. Я прекрасно понимаю Роберта Макамона как писателя, и ему удается показать, наделить читателя ненавистью или любовью к персонажам, вот как он это и планировал сделать. Но я все-таки больше люблю в книгах чуть больше сложности. И вот в жизни мальчишки у него это удавалось, и в «Лебединой песне» у него тоже это удавалось. Хотя там тоже чувствовалось вот это разграничение на добро и зло, но вот в слышащем уж слишком все очевидно. Ну и главный герой у нас берется помогать девочке, используя свой дар. По поводу этой книги у меня будет два важных предупреждения. Если вы не переносите издевательство над животными, здесь есть несколько очень неприятных сцен. И второе, в плане жестокости и мрачноты происходящего, эта книга перебила вот все, что я у Макамона читала, даже его жажду, где тоже были такие сцены за душу берущие, скажем так. Следующая локация называлась «Старое кладбище», и нужно было прочитать что-то из классики ужасов. И здесь я выполнила программу свою не целиком, но пункт я все-таки закрыла. Во-первых, это Саммерсет Моэм и его Мак. Это крошечный роман. Вы видите, он у меня полностью истыкан, испещрен буквально закладками, потому что мне очень нравились здесь конкретные мысли и целые абзацы, которые хотелось себе выписывать, цитировать, запоминать, чтобы где-нибудь потом умную мысль ввернуть. Или же хотелось, наоборот, осмыслить внутри себя и сохранить как впечатление о прочтении этого произведения. Если вы знакомы с Моэмом по его главным произведениям, самым известным, то, поверьте мне, в магии вы встретите вообще другого писателя. Я так понимаю, что Саммерсет Моэму хотелось рассказать историю Алистера Кроули, знаменитого реального исторического мага и оккультиста, и у него было к нему однозначно отрицательное отношение. Ну, наверное, каким еще оно могло быть. Но писатель здесь показывает нам как раз такого персонажа, который в тьму своей души и который в свои все вот увлечения оккультными науками затягивает парочку, молодую пару врача и его невесту, которые собирались пожениться, у которых там идеальные романтические отношения. И вот у них жизнь должна была быть как в сказке, но герой, маг тот самый, он как вот черный паук из-за парочки происшествий начинает свою паутину, начинает своей паутиной их оплетать и жизнь их разрушать. Эта история, с одной стороны, и о любви, о самой разной любви, о дружеской, о романтической, о безумной, о любви помешательстве, о любви вынужденной, о любви принуждении. Вот все виды нездоровые и здоровые, которые вы можете себе представить, любовных отношений здесь есть. И с другой стороны, это абсолютно классическая, мистическая история о страшных, оккультных экспериментах, вся суть которых всплывает, ну вот, на самых последних страницах, когда описывается лаборатория, логово этого самого мага и чем он там на самом деле занимался. А, я вспоминаю эти описания и мне становится очень неприятно. Вторая книга, это Мария Карелли и ее скорбь сатаны и это абсолютный восторг. Здесь мне тоже хотелось вот с первой же страницы зачитывать прямо абзацы, потому что это так классно и увлекательно написано и я прекрасно понимаю, почему у современников Мария Карелли считалась, ну, вот таким главным автором бестселлеров, которым зачитывались, которого там передавали из рук в руки. Это действительно книги, которые и с мыслями, и с моралью, но при этом они написаны так, что ты просто оторваться не можешь. Знаете ли вы, что такое быть бедным? Бедным не той бедностью, на которую некоторые жалуются, имея пять или шесть тысяч в год и уверяя, что едва-едва сводят концы с концами, но по-настоящему бедным, ужасно, отвратительно бедным. Бедность, которая так гнусна, унизительна и тягостна, которая заставляет вас носить одно и то же платье до полной его ветхости, которая отказывает вам в чистом белье из-за разорительных расходов на прачку, которая лишает вас самоуважения и побуждает в замешательстве скрываться на задних улицах вместо того, чтобы свободно и независимо гулять между людьми. Вот такую бедность я имею в виду. Здесь мы знакомимся с главным героем, с талантливым журналистом, писателем, который живет в бедности. Как вы понимаете, ему такое положение дел совершенно не нравится и буквально на первых, ну, может, 20 страницах происходит череда событий, которые помогают ему из этой бедности выбраться. На него буквально сваливается состояние и, как вы понимаете, состояние это неспроста. И вместе с этим состоянием к нему в жизнь, к главному герою в жизнь приходит еще и человек, который становится его другом, можно даже сказать, учителем и наставником вот в светской жизни, который показывает ему все прелести жизни и который в течение книги как будто искушает его, как будто проводит его по всем смертным грехам. И главный герой с огромным удовольствием поддается, не просто поддается, он как будто каждый соблазн, он сначала нет-нет-нет, я не такой, но через две страницы он уже не просто такой, он уже плещется и купается в пучине того, что ему предлагалось. Эта книга, на самом деле, в какой-то момент она даже стала забавной, потому что не в плохом смысле, а в плане того, что герой не видел дальше собственного носа. А еще, когда я читала, я подумала, что авторы адвоката дьявола однозначно ориентировались на «Скорбь сатаны». Вот если вы любите фильм с Аль Пачино или там, я не помню, там роман есть, первоисточник, или потом была уже новелизация фильма, но вот если вы этот сюжет знаете, он очень схож со «Скорбью сатаны». Если «Адвоката дьявола» любите, обязательно прочитайте. Если «Скорбь сатаны» читали, моя вам горячая рекомендация на просмотр финалу этого фильма, да и в целом он просто великолепен. И, наконец, заключительная локация, самая приятная, в марафоне называлась «Таверна». Мы уже заканчивали все приключения, находились в теплой дружестой обстановке и читали книги, которые закончены, небольшие истории, либо рассказы, либо повести, либо романы, чтобы можно было их легко пересказать вот где-то, сидя в таверне, своим друзьям. И здесь для меня была вот самая теплая, приятная и классная книга, вот я лучше выбрать не могла. Это «Катя Лин» и «Ее у смерти твой голос». Вот у меня было ощущение, что я посмотрела классную мистическую дораму. И если бы я не знала, что эта книга принадлежит Перу Кате Соболе, я бы сказала, что это, ну, новелизация вот какой-то действительно классной дорамы, потому что здесь есть романтика, здесь есть фэнтезийная составляющая, причем достаточно такая жестокая и взрослая, потому что здесь происходит убийство. И именно вот эта классная мистическая, детективная составляющая была еще и основана, наверное, я вам не буду спойлерить на каком явлении составляющей магической нашего мира или природы. Ну, в общем, буду сейчас загадками говорить, лучше сами прочитайте, потому что, когда я раскрывала, за счет чего эти духи существуют и к чему они относятся и как они вообще соотносятся вот с реальностью, было это очень интересно. И здесь у нас главная героиня, предсказательница, прорицательница, которая обладает даром. Ей самой мать когда-то сделала предсказание, что ей до 30 лет нельзя ни в коем случае влюбляться. И главная героиня всеми силами, у нее есть там принципы, у нее есть отработанные методы, как это не делать. Но при этом она влипает в историю, она делает предсказания девушке, и девушка умирает, хотя должна была прожить счастливую, прекрасную жизнь. И, естественно, начинается расследование, появляется у нас угрюмый, суровый коп. И, конечно же, вы понимаете, какая у нас тут главная парочка и, главное, романтическая, даже не интрига. Но читать это было очень приятно. Вот если вы любите дорамы, если вы любите романтические истории, где легкая, воздушная, романтичная, главная героиня, у которой неприятная тайна, и которая ограждает себя от любви, и суровый, угрюмый, главный герой, но они постепенно раскрываются друг для друга, вот эта история вам точно понравится. А еще она с очень классным оформлением. Читать вот именно в печатном варианте было приятно. Если пару вечеров вы хотите провести в приятной, романтичной обстановке, с интересной книгой, и при этом с интересно закрученным сюжетом, обязательно обратите внимание. И, друзья мои, я, конечно же, жду ваших небольших отчетов. Если не успели еще в группе поделиться, или хотите еще раз свой марафон зафиналить, обязательно мне в комментариях пишите. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро, уже в части прочитанного октября вне марафона. Пока!